Мы и ДК Аспиры, с вами по-прежнему The International 2013, матч ДК против Fnatic. Состав вы видите на своих экранах. Единственное, что тут возможно стоит еще отметить, это положение в турнирной таблице этих команд, потому что ДК и Fnatic и Na'Vi и Dignitas сегодня шли с одним и тем же показателем по очкам. У них у всех было 6-2, Na'Vi обыграли ДК со счетом 2-0 и уже 8-2 имеют, в то время как ДК получили 2 поражения сейчас. Замкают четверку лидеров со счетом 6-4. И Dignitas сыграли в ничью 1-1, Fnatic обыграли MUFC, насколько я помню. И сейчас у Fnatic не менее важный матч. Если сейчас Fnatic побеждают против ДК, они уже гарантируют себе место в верхней части турнирной таблицы, потому что догнать их уже смогут либо Fnatic, точнее либо Na'Vi, либо Dignitas. У остальных команд шансов будет не слишком много. Я не буду сейчас задаваться в какие-то там суперподробности, в какие-то суперисчисления математические, но вот поверьте мне на слово, да, шансы будут нереально малы на то, что Fnatic выйдут из нижней сетки. Fnatic improved. Improved, да. Альянсы в группе B продолжают разрывать всех и вся. 10-0 статистика у этих пацанов, но дальше полная вакханалия, потому что любая из этих команд, вплоть до Virtus.pro, может хорошо... Попасть в топ-4. Да, может попасть в топ-4, потому что разрыв между вторым местом и последним местом это 4 игры. У команд осталось по 3 матча еще, то есть это 6 потенциальных карт, выигранных у каждой. То есть опять же, победить может вообще кто угодно в группе B, в группе A там вообще все предельно ясно. MVFC стабильно продолжает проигрывать, они уже успели проиграть одну карту у Mouse Sports, поэтому у Mouse сейчас 3-8, а у MVFC 0-11, да, именно так. Ну ладно, давайте переключаться непосредственно к матчу. Viver... ДК. Viver. Viver National у нас 2013 сейчас, если кто не в курсе, и Visage National тоже. Batrider! Вот эти три героя, мне сложно представить, какой у них процент присутствия в пикобанах. 100, наверное? Ну как бы да. Если бы еще остался армлет на лон друида, мы бы у нас, можно было бы предугадать первые 4 пика. Причем, если в чем можно было ошибиться, это кто первые кого заберет. Да, да, да. Что он такой недовольный, пофыркал. Прикольно, мне нравится, как женщина объявляет. Fanatic. Прям аж пафосно. Turn to ban. Возник вопрос. Если мы ставим другого комментатора, не санатого. Нет, их не будет. Вот у меня стоит Фурионовский, и он есть, но она говорит. Ну, у тебя мега-кил Фурионовский, наверное, стоит. Справедливо, Фурионовский. Вот. Это же дефолтный, ну это же комментатор. Немного другая категория. Ну, просто у меня открыл аннаунсер, вот он. Ну, а у меня, да, у меня просто, когда стоял бастион и аннаунсер, и комментатор, то да, у меня бастион просто объявлял героев, а не команды. Голосом этого деда. Да, да, да. Не, ну, женщина вообще-то по-царски, да, озвучивает. Ты не играл случайно в лол на бразильском сервере? В лол на бразильском сервере? Нет, мне не довелось, к счастью. Женщина-викинг какая-то, видимо, такая озвучивает, потому что как будто вот она и есть опера. Она просто говорит. Думинанто. И ты понимаешь, что вот... Ха-ха-ха. Так, Дарксир третьим пиком. Слушай, Вивер, Дарксир, ты мне не можешь напомнить, пожалуйста, команду, где еще не хватало Рубика. Рубика, Чена и кого как. Да, и там уже как получится. Разора там или еще кого-нибудь. Пака, да. Мне кажется, что там еще некий Дашкевич играет. Четверочкой, около Ника. И Шутины, Ивановы, там, прочие личности. А какая фамилия у товарища? Кого? Который любит называть Редочерепахой. Ты меня заставил подвиснуть. Я знаю, там еще есть Кура Солени из таксофона. Вот, это он. Да, да. Солени из таксофона. Ну, вообще, да. Куро, там, Солени из таксофона или как-то так. И Орданец. Как и Playmate. Не помню, не помню. Откуда он? Да, так ты из Германии. Это понятно. Так ты из Германии. Историческая родина. И Рубик тоже в пике. Да, Рубик тоже в пике, только у команды ДК. Заехал. Ну, с саппортами у команды ДК все понятно. Бэтрайдер тоже более-менее, скорее всего, это будет супер-бэтрайдер. И нужен герой, фармящий для Бёрнинга. Вот Винга, сейвящая Винга. Сейвящая Винга от Бэтрайдера. Я говорю, опять же, остался фармящий герой для Бёрнинга и Хард. Герой для РУТК. А сами же Фнальтиком, ну, кого не хватает? Видимо, еще одного саппорта. Поэтому сейчас должен появиться герой, думаю, что в Хард. И Бёрнинг оставит право выбора себе на последний этап пиков. Надо будет либо забанить саппорта. А Фнальтиком, ну, либо сейчас узнаем, кого все-таки возьмет Бёрнинга. Либо Кэрри Героя, либо Оффлейнера. Ну, все-таки, антимаг от Бёрнинга. Антимаг от Бёрнинга. Как давно мы с тобой его не видели. Именно от Бёрнинга. Так, вот решил тряхнуть стариной. Ну, что, неплохо, неплохо, на самом деле. Повторить предыдущие свои заходы. На Интернешнл, на Джейдин Лигу, на Супер Лигу. Так, я вот сейчас хотел показать людям, как раз, что у нас будет происходить в ближайшее время. Матч ДК Фнатик у нас live на данный момент. И дальше у нас остается одна игра. Это Orange против Rattlesnake, которая начнется через, ну, ориентировочно 2 часа. И через 2 часа 30 минут мы пойдем по домам. Да, и через 2 часа 30 минут мы пойдем по домам. Именно так. Не знаю, что еще может такое полезную какую-то информацию вам выдать. Ну, полезную информацию нужно предугадать, какого оффлайнера, понятно. На ней решили, что Бэтрайдер идет в хард. Ну, в лес хард. Да, да. И решили забавить мид героя. Мид героя нет, да. Ну, какого саппорта сейчас уберет Бёрнинг? Твои идеи. Я голосую... Я даже не знаю. Бэйн? Нет, есть Винга, который уже фиксирует цель. Мне кажется, что какой-то Лина или Шрак должен быть. А может быть, да. Может быть, Лина или Шрак. С той стороны, может быть, еще хотят какой-то таргет дизейбл взять, чтобы можно было ведь антимага тогда. Леон, например. Вплоть до Скорпиона могут дойти. Ну, сейчас выясним. Так, бац, Рикемару. Влас пик. Саппортом. Это будет жестко троллинг. А Тнатик? И ведь они могут этим выиграть. ДК ромящий тоже вместе с ним бегает втроем. Под счетом ДС и Вивер фармит. Четыре рома Вивер фармит. Четыре рома Вивер фармит. Тринта забанили тоже. Кстати, да, забыли мы про тринта. Потому что тут же Вивер под тринта сможет забегать на лоу-левелах, куда-то там против триплы, завышку и еще и накалять. То есть, такое рациональное зерно в рассуждениях Бернинга есть. Ну, это Виномансер. Винга Виномансер. Не бед, не бед. Да, да, классические древние греческие суппорты. Еще первые олимпийцы брали этих героев в качестве поддержки. Иногда даже не в качестве поддержки, а в роли основных тяжелоатлетов. Да, 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 так же они выступали. Я что-то не любила, тебе было баловаться некто. Иван? Было, было такое. Ну, в общем... Не, надо как там... Иваскус там... Айван. Да, Айван. Айвен. Это я сразу вспоминаю, 3Х-а фильм. Айвен. И ты, Айвен. Все вы Айвены. Ладно, друзья, начинаем смотреть матч Оранж против Фнатиков. Из интересной информации, эти команды ни разу не встречались между собой. Кстати, да, прикольно то, что... О, Фнатики... Просто, знаешь, Альянсы ездили, да, в Китай, Нави ездили в Китай. У них есть хоть какие-то личные встречи. А Фнатиков, ну... Они вообще их первый раз в глаза видят. Типа, кто такие вообще? Давай, до свидания, все. Ты кто такой? Ну, вот сейчас мы выиграем. Сейчас мы выясним. Все-таки это будет супер на Магнусе. И угадали. Угадали... С Бернином. Ну и то, что именно мид-герой не хватало, и Биталия задумывалась как хард-герой. Да, 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 да. Ну вот правильно тогда все предположили Фнатики. Все-таки, видимо, не первый раз они видят эту команду. Где-то наблюдали. Из лесу. У нас тут намечается игра Альянс Виртус Про. Где-где-где? На стиме Матрикса. О, в порядке. Ну там тоже два по пятнадцать. Ну... Как бы предыдущие... Игры между вот этими командами с тобой не согласятся. Какие? Ну, были. Игры между Альянсом и Виртус Про. Где Виртус Про побеждали Альянс? Ну, сейчас Интернешнл, Лан и Альянс. Во мне веры тоже нету. Но где-то там, на втором этаже полыхает... Надежда. Надежда, тут факел. Поспасли. Знаешь, как Кирилл послезавтра. Да, да, да. Костерочек такой. И холл со всех сторон. Идет рядом, уже бродит тебя, поджимает. И только какой-то левый бомж, который владеет техникой согрева, может тебя спасти. У нас тут прям в страсти нагнетаются. В общем, друзья, да, будет матч. Сейчас параллельный Альянс ВП. Зевс у Дигитас. Еще один герой появился в пуле во время группового этапа. Да, Соло сейчас такой... А я же говорил, что этот герой хороший. Даже Дигнитас его берут. А мы на квалах там засудили меня. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, ну и Бэтрайдер такой, смотри, он прям совсем Бэтрайдер. Что у него с лицом у мыши? У кого? У Бэтрайдера. Не знаю, у него маска случилась. Это же Бэтнен. Кстати, этого Бэтрайдера Анукси вроде как исполняла. Мы как раз сидели тогда, загнали ей на стрим 1002 народу. Наверное, довольнее была. Да, да, она была действительно довольна. Она как раз показывала, как она его... Она не хочет, в честь того, что ты постоянно гоняешь там тысячи-две народу, сделать шмотку там, первым там. Каспер сет. Та-ха-ха. Точно, точно сдался ей с Каспер сетом. Ты намекни. И смотри, у нас триплая. Смотри, а как грамотно развели фнатики, боже! Какие они жесткие! И успели забрать фестблат, но бёрнинг с дабл-дэмэджем, понимаешь? Это сейчас очень плохо. Слушай, а Трикси-то тоже ведь может здесь умереть! Блин, как это дабл-кил от бёрнинга! Как развели фнатик! Не, задумка была офигенная. У фнатиков реально была офигенная задумка. Так, бёрнинг сейчас ей просто какой-то мидос соберёт. Я просто открываю график по голде и вижу, что некоторые команды не достигают такого же дзена даже к 25-й минуте. Это да. И реально эти мангеймс были просто шедевральны. Причём, опять же, задумка от фнатиков была очень крутая. Два сильнейших суппорта, венга, веномансер, быстро очень зацепили врага. Сделали фб, вроде бы именно фнатики. Потом потеряли венгу, но, конечно, антимакс с дабл-дэмэджем это был реально огромный неждан. Да, я мне лениво писать так много информации, но я её скажу, что в среднем Бёрнинг на тимаге убивает 4,2 героев за игру и умирает в среднем 2,2 раза. Ну, нормально. Not bad, вообще. Так, для Кэрри на самом деле 4 героя убитых за игру в среднем, это не айс. Нет, конечно, по-моему, она умирает. Я, может, конечно, анталин прочитал. Ну вот. Что, что, что? Да, да, да. А, нет, ну ещё покажите. А, это Kill Death Ratio, да-да-да, это 4,2 к Kill Death Ratio, то есть на каждую смерть приходится 4,2 килла. Я думаю, это Enter, честно. Да-да-да-да, и это в 2,2 раза больше, да, чем среднестатистического антимага. Да, так что тут всё хорошо, у Бёрнинга, ну там просто заковыристые англоязычные обороты. Ребята. В статистике, поэтому, друзья, вы уж простите нас. И посмотри, уже накидал Трикси 2 Айеншела и Бёрнинг просто вынужден от них резко-резко убегать. Ну там, если не убежать, то можно здоровье лишить. Так, ну а дальше-то что у нас? Дальше у нас Хани. Хани с Регеном. На миде против Супера. Будь здоров, расти большой. Не будь лапшой. Ну, можешь и не быть лапшой. На топе уже обходит визаж, находит он Трикси. Но Трикси визажа зацепить пока ничем не может. На самом деле, самое прикольное из этого всего, это то, что ловела очень хорошие, вывезли. ДК. Будь здоров. Да что ж. Прости большой, не будь лапшой. Чешу меня происходит. У нас было 6 стаков в те времена на вивере, но это ж не тот вивер, который нас с тобой смущал долго времени, почти стаками. Эйра просто на шикуче отбежал, скинул их и продолжает не нагалять РТК. В центре, конечно, Хани немножко уступает по крипам Суперу, но это ж Супер. Как бы ничего страшного ответа. И уступает-то не сильно. Там вивер еще и РТК успевает как-то под Хараси. Харашивает, да. То есть он ловит стаки, но при этом сам по себе не получает дэмэджа. Да, ну и вот... Сейчас в Нотейл, конечно, этот парень, который каждую игру ходит вообще без закупа, вышел, подошел точнее в центр. Он сейчас будет чекать руки сверху. Смотри, ловят Трикси. О, хорош, подставился. И забрал, забрал иллюзию. Просто подвез, смотри, сейчас будет блокировать, блокировать до стана. Ай-яй-яй. Просто так не получилось. Я смотрел, как на топе там сейчас забирали ДС, грамотно его забрали. Я вот смотрю, у Винги иммортал шмоточка из Компендиума. Вот этот вот коготь какого-то скриалка. Ну, это, видимо, какой-то жесткий чувак. Или птиц, не знаю. И анимация, да, изменена. Крика. Крика. Прикольно выглядит, на самом деле. Просто поменяли на анимацию самой Винги. Атаки. Анимация атаки Винги. Теперь выглядит, как крик еще при этом. Просто большая. А, да? Прикольно. Винмейт тут шелестит пиццей. Кстати, ДК такой вообще без печали. Подлетел, он знает, что нету на тир-один вышки бэкдор протекшена. И просто подлетел и плюнул. Плюнул. Получается, что наносит 100 демеджа. Даже если он больше рюшки не трогает. Да, да, да. Он реально подошел, плюнул, подошел, плюнул. Вот сейчас, правда, не стоит, наверное, это делать. Потому что можно уехать чуть дальше за вышку. У нас там внизу, тем временем, загоняют РТК. Да, Иера успевает дать тычку. Будет ли там Джимин и Татака? Нет, 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 нет. Ну, РТК, конечно, тяжело тут стоять. Учитывая, что он сейчас еще долгое время горел от Ядовина Мансера. От ЭЛ. Ну, кстати, Трикси, видишь, не задалось у них с тем, что помешает Бернингу фармить. Они убили один раз Рубика. Четырежды отдались. И теперь у антимага с защитным 2-0-2. Все очень хорошо. Хотя вот, 3-2 уровней и вернулся на лайк, как раз, когда он подпушился. Сейчас он уже будет пятый. И с третьим щитом будет накалять. Ну, антимаг такой, да, герой. Смотри, сейчас в центр выходили и... Не успевают, не успевают поднять МОИ Ханни и тот отбегает. Это все тот же Леон, если что. Который потрясающе гонгировал. Да, 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 который из лесу вышел. Был сильный мороз. Именно так. Однажды в студеную зимнюю пору. Ну, сейчас посмотрим. Вот, лежу, поднимается медленно в гору. Да, вот Ханни потихонечку пытаются, пытаются его подальше куда-то увезти. Промахивается с Кьювером. Супер! И очень медленно он ползет, но плюшка от пейзажа настигает. Ну, там, 5-1, конечно, топ-лайн в сильном плюсе команде ДК. Центр вот все-таки именно по крипстату. И потому что Ханни умер пока что за командой ДК. И только у Вивера все идеально. Смогут ли, на-ти-ки, реализовать хотя бы то, что у них фармит Вивер или нет? Ну, Вивер за этот групповой этап уже смог показать, что он способен реализовывать. Он ни разу не был использован против антимага Бернинга. Но можно использовать его против остальных четырех игроков. Ну, просто, может, вдруг нашла коса на камень. Вдруг вот этот вот антимаг от Бернинга именно то, что может победить Вивера. Ну, вот сейчас и посмотрим. Прилетает Кукуку фармить, и с этой пачки он возьмет 6-й левел. У него появятся фамилиарчики, с помощью которых он сейчас сможет из-за помогать другим лайнам. То есть, там, антимагу или же Магнусу, не уходя с годом лайн. Так, смотри, глип даже потратили только что парни из команды Дикей. Так, ну, Бернинг продолжает бить крипов. Вот это самое, наверное, страшное сейчас для команды Фнатик. А то, что Бернингу дали еще в начале два фрага, и у него сейчас еще два ассиста, то есть, ГПМ у него сейчас просто зашкаливает. Там, четыре сотни при следующем ГПМе в 280. То это действительно хороший показатель. И Недборс у него еще действительно топовый. Так, Хани на развороте, отлично! Супер! У Супера там что, Супер уже успел потратить свою РПшечку? Да, да, да. Ну, ты просто дострелил Тейл. Нет, у него просто РПшечки еще по каждому. Еще и замедлили на Тейла. Ну, но Тейл успевает уйти, да, прилетел РТК. Он вроде как и с дубль дэмэджем, но гнаться дальше не стал. Проблема, проблема у саппортов команды Фнатик. Ну что, проблема тут вообще в целом у команды Фнатик. Потому что они действительно все лайны, кроме Вивера лайна, проиграли. Да, и продолжают, продолжают, конечно же, нагнетать обстановку ДК. Постоянно напрягая товарища Хани в центре. И он раз за разом возвращается. Пахнуло годом. Да, вот ты чувствуешь, беет. Чую, чую, да, где-то вот рядом, вот, знаешь, как бы это назвать? Душок. Да нет, не душок, это нужно правильный кипитет подобрать. Какого рода? Шуряковый уходящая надежда. Я думаю, что красивее нельзя сказать. У нас супер с арканами, но хп у него нету. Ему действительно не помешал какой-то подхил. Хотя бы... У него же есть боттл, который сейчас летит. И плюс в курице, да, еще Килинг Слейф от ММВА. Лечащий раб? Выходит, что так. Может быть, он ему денег был должен? Не, ну просто Слейф это же раб на английском. Там селф вообще. Боттл у нас прочитается. Так, и зашла опять же информация. По поводу... По поводу, ну, статистики от команды Valve. Да, ну нам сейчас... Супер статистика. Да, сейчас просто видим ее. Так, ну а дальше-то что? Дальше ДК, вот он есть. Восьмого уровня. С ПТ на Агилу. Хотя нет, сейчас он интеллект включил. Да, в общем, эти ребята знают, как использовать ПТ. Я просто ленивый, например, сволочь. Я всегда ставлю ПТ на силу и вообще особо не заморачиваюсь. На таком турнире, конечно, игроки по полной используют потенциал этого, скажем так, артефакта. Я даже не знаю, как по-другому можно еще довести до вас эту мысль. В общем, Флай пока что носится без дела. Один раз умер, один раз ассистировал. К Виверу вообще никто не приходил. Вивера вообще никто не трогает. Никакого даже за юниты не считают. Какая-то хрень бегающая. И Ханни продолжает. Вроде он и фармит, но вроде как и нет. Потому что у Магнуса на 700 голды больше, чем у него. У Вивера на 800 голды больше. И у Антимага на 1900 голды больше. Да, вот так же нам подсказывают, что QQQ по уровню стилинга уступает только Чуаню. И то на самом деле ненамного. Да, да. Ну у меня там, кстати, Чуань фэнтези-поинтсов тоже нормально подобузил. Ну не то, что нормально, но пойдет, пойдет. Могло быть и хуже. Все равно Чуань потеет. Если не 16-минутная игра вторая, то он бы, конечно, вывез побольше. Но что поделать? Это специальный заговор команды Орни. Хотели они не давать фэнтези-поинтсов. Да, я вот сейчас сижу и думаю, сколько мне Муша принес за сегодняшний день. И там очень маленькая, чрезвычайно маленькая цифра. Что у Муши очень маленький фэнтези-поинт. Да, полезность Муши за сегодняшний день 13,5. Хуже только у Смайла. Ну, более-менее на самом деле. Понимаешь, С4, у него еще два матча, у него уже 18,7. У Смайлухи два матча. Вот Бёрнинг сейчас еще сколько-то принесет за своего антимага. И еще уже, если посмотреть. Смотри, врывались на Бёрнинга сейчас. И он очень грамотный. Это же антимаг от Бёрнинга. У него Чуйка вот где-то вот, наверное, вот так вот. Как только противник появляется. Как только, да, хотя бы ближе там. Противник появляется вот за этой воображаемой линией. Он уже знает, кто, где и зачем туда идет. Ну, на самом деле, я абсолютно согласен. Потому что вот кого-кого, а антимага Бёрнинга поймать, ну, практически не я. Его почти не убивают. То есть я сейчас не вижу ни одного варда от команды ДК на карте. И при этом они все знают, где команда Фнатик. Раз за разом. Так, ну, понятно, что Бёрнинга вот вроде сейчас попытались выйти убить. Не получилось. Поняли, должны были понять Фнатике, что это бесполезное занятие. Нужно побивать, наверное, кого-то другого. Например, Бэтрайдера. Да, но Бэтрайдер с ними не согласен. И продолжает откидываться. Бэтрайдер уже 2600. То есть Даггер, вот он появляется. Вот он Даггер, действительно. Супер тоже, ему 800 годы до Даггера остается. Все очень хорошо. Ку-ку-ку, у которого общий нетворс. 2099. 1150 у Рубена. В ответ же у саппортов команды Фнатик. Тысячу венги и тысячу виноватеров. Вот люди там сейчас ехидно троллят команду ДК, мол, у Фнатиков сейчас счет 8-2, у ДК 5-5. Но вы в курсе, что после этой игры может быть 8-4 и 7-5? А там одна карта разницы, по факту. И как бы да, и причем, если они оба выходят в венера, есть шанс, что они как-то там рандомно друг на друга напорются. И мы уже будем знать, что, допустим, ДК дважды Фнатиков одолели. Ну, ориентировочно. Ну, типа того, да, образно. И, ну, на самом деле, вы посмотрите на группу Б, там вообще вчера было почти все понятно. А сегодня выяснилось, что вообще нифига не понятно. А сегодня Дигитас, Маус... LGD International, обыграв Тонкфу 2-0. Да, творят непонятно что. То есть LGD International, которых уже все списали со счетов, сказали, что да, ну, блин, ну, конечно, издеваетесь. Наконец-то просто поменялись с аккаунтами обратно. Да, наконец-то, да, да. Пересели снова на свои места. Ну и вот как мы видим, действительно... LGD International взялись вроде как за голову, ну, либо же Тонкфу слишком расслабились. Хотя я не знаю, как можно было слишком расслабиться на International. Это же... это же Интернационале. Как, некоторые вообще просыпают игру? После Расслабонной на International. Ну, это чересчур Расслабонной на International. Ну, кажется, ты бы вообще-то пытал умышленное просыпание. Но, кстати, бот напекал там грамотно. Там спектра была... Нет, я к чему клоню, что у нас некоторые игроки-то появились. В этот раз. В плане? Ну, проспали, но не все. А, а кто был? Вроде бы Вигас и Сайл пришли. А, ну... Ну, Вигас суров, но не настолько, что ты играешь вместо пятеры. Ну, да, нет, то есть кто-то это был, кто-то пришел. Ну, что, неплохо. Да, кстати, спрашивают, как же мувки? Ну, это стабильная команда. Это было единственное ожидаемое, которое у всех совпало. И так оно и сыграло. Да, действительно. Я вот с Натиком, например, давал вообще 16-е место. Ну, с Натиков тоже доняются, и пока еще ничего не доказано. То есть они все еще могут занять... Теоретически они могут занять 16-е место. Нет, ну, подождите, если они выходят в Эмирату с 16-го по 13-го, они уже не займут. 12-е, 9-е, что-то такое. Да, но в призыв они все еще могут не попасть. Вот видишь, та же тычка венки, просто чуть больше. Да, 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 ну такой же. И битрайдер с даггера хорошо цепляет уже. Эру. Эру и минус Вивер. Еще плевок на Утейла, смотри, как сильно его пробивает этот плевочек. Ой, бочка мимо. Просто что-то перемудрил. Ну, не знаю, лезть туда, надо ли, не надо ли. Так, Магнус, вот это Эрб. И подвозит туда дальше, посмотри, там стенка ОДСа. Антимаг сейчас пришел, хотел уже щелкнуть, но он обступает команду ДК. Там байбэк пошел от Вивера. Вивер возвращается, бочка в этот раз хорошая. Хани заканчивается у него сурдж. Лучше есть уже стан, но застанет некого. Итого, размен 2 в 1, конечно, Магнус словил стан не очень вовремя от ДК. И умер на стене. А так, да, был бы размен 3 в 0, а теперь размен 2 в 1, да, и байбэк от Вивера. Да, ну Вивер планировал как-то почаить немножко Экспы, возможно, какой-то фраг, но в результате у него такая осталась 0-1-0. И, ну, байбэк, да, ушел не слишком хорошо. Воспользовался им товарищ Вивер. А в любом случае, Рубик с Шокучами, опять же, мы это уже сегодня вспоминали миллиард раз. Рубик с Шокучами, это грязь. Он просто постоянно напрягает. Почти всегда команда, в которой есть Вивер, имеет в противниках Рубика. Если только это не Нави, который сами забирает и того, и того. Ну, это да. Ну, на самом деле, действительно, Рубик крадет Вивера Шокуча, потому что у Вивера по большому счету красят почти нечего. Он постоянно Шокуча и Юзает. И спокойненько себе подкрадывается к любой вообще желанию. Жертве и поднимает его. И заодно еще девушь может нанести. Да, конечно. Супер настолько жесткий, что добивая двух крипов, не добил ни одного. Причем он стоит так через Сочку. Да, я сейчас. Да, я сейчас. Эх, сорвалась. Типа того. Ну, если бы его звали Путин. Том. Том бы поймал вас 16 килограммов щуки. Живой. А, то есть. А как можно поймать мертвую 16 килограммовую щуку? Ну, если бы его звали Путин. И стояло. Он бы и мертвую поймал. Цель, да. За жаброй вытащил бы. Так, бёрнинг, бёрнинг, деплфьюри. Ну, в общем, на бёрнинга сейчас можно практически не смотреть. Он уходит из этой игры минут сейчас на 25. Потом уходит с мантой Тараской и убивает всех. Так, кстати, Рубик, 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 Рубик. Нет, Шокуча и убежал. Гипсу, Ксику можно сейчас потерять. Да, есть. Соточка, соточка голды для ДК. Понюшилотар готов, так что тоже нужно осторожно играть в команде Светаев. Все жду, пока появится эффект. И на моменте насек-станик уже появился. Лишь тигра стерпит. А почему с краба идет дождь? Ну ладно. Ты чуешь, нет? Опять, кроме вивера, никого и не было на вардах. И Бёрнинг уже отошел. И вся команда пришла батить на него. В ту же секундочку. Ну, опытные ребята. Блин, там же да, там, кстати, я совсем забыл. Там помимо... Так, Эру цепляет. Понятно, Эру умирает здесь. Слишком много дождей. Бёрнинг его убивает. Килинг Сприй. В общем, что я хочу сказать, что помимо Баталфьюри, у Бёрнинга ведь еще есть и Эмпауэр, который дает 50% сплэш. И получается, что за месяц он будет выстекать всю команду, как на духу. Да, да. То есть у него будет общий сплэш в размере 85%, ну, практически соточка. И он будет весь дэмэдж, да, свой он будет носить во всей бригаде. Тут у нас сейчас была попытка от Супера засосать бригаду, но засосать у него получилось только большой... Ну, не, у Винги нету его, ну, ладно. Драконий, наверное, все-таки. Ну, ладно, опять же, не буду увлекаться на эти фрейдерские темы. Хани. Хани летит, говорит, трубой ноги, куда я тебя станет буду. Ноутейл о HP, ноутейл, ноутейл отъезжает. Как же я тут щелкнул? Бёрнинг, вы посмотрите, делает еще два минуса. Он уже просто господствует. Ну, а тут уже виверок, виверочек. И Бёрнинг просто делает ТП-аут резкий. Ныкается в лесу. МОА тоже на шикуче убегает. И что, разве он получается? Учитывая, что вивера убили внизу, то 4 в 3. Да, но вот Бёрнинг классно залетел. Отличная ульта от него. Он одного там вроде бы как убил сразу. Двое там просто еще красных оказалось. Очень вовремя влетел. Три с половиной тысячи уже их Бёрнинга. Откуда у него берутся эти бабки, никто не знает. Это антимаг Бёрнинга. Какие могут быть вопросы? Мне кажется, вообще можно эту тему даже не поднимать. То есть априори у него есть всегда деньги. И много. Может у него, как раньше, антимод включился. А он сейчас только что забузил боттл. Да, чужой боттл. Да. Вот это я понимаю, рабы. А потом еще говорят, что кто-то на кого-то играет. Просто на 21 минуте действительно антимаг увозит курьера с бутылкой для того, чтобы его попить. Бутыль, в смысле, попить, а не курьера. Так сейчас, мне кажется, стоит выделить немного денег на покупку смока и пойти убить ливер еще раз через беттрайдера, пока они могут убивать кого-то за рассказ, вне зависимости от того, хочет от того или нет. Не спрашивай. Сказал выделить немного денег на покупку смока. Обычно в такой ситуации я отвечаю, как наше правительство. Денег в бюджете нету, но не я играю в суток. Но в отличие от правительства, я не поленился бы зачеркать ваши налоговые декларации. И увидел бы, что у Рубика, например, не уплачено. Ну, подоходный налог не уплачен немного, там, за НДС. И в итоге он либо покупает мне три смока, либо мои приставы забирают у него Мекку. Ну, не Мекку, кто-то что-то у него есть. Урна у него есть. Да, но сейчас проводим полную инвентаризацию его имущества. На самом деле, пора уже, наверное, ДК пойти и действительно кого-то поймать. Там, Бернинг одним своим видом внушает уже вирус, что здесь ему не место. И, ну, не вирус, а против кого-то, что воевал. Так, а вот это уже очень интересная статистика. Сейчас, сейчас, сейчас я вам ее выведу на экранчик. Так, мне вот больше интересно Фнатики дальше, какой у них план. На самом деле, Дарксир и не такие матчи вытаскивал. Но, одного Дарксира не хватит. Нужен Вивер, у которого сейчас нет ничего. Линкенс, ну, до Линкенсферы ему еще далеко. Линкенсфера это хороший вариант. И от Бетрайдера спасает. И от Антимаги, в свою очередь, тоже спасает. Ну, конечно, с интервалом там 20 секунд, но все же. Интересная, кстати, стата, да, что Антимаги выносят. Я не знаю, где они собирают, или как-то получили, что здесь статистики нету ни Чена, ни Козы. Вот что меня смущает, которые ребята реально много денег выносят. Из лесу. Да, и вот, как нам отсказывают, что почти 2500 выносит Антимаги из лесу на протяжении каждого матча, в среднем, второй, или после Энигмы, или первый, Энигма вторая. Второй после Энигмы. Второй после Энигмы, да, вот так вот. Ну, я просто уже начинаю потихоньку залипать, поэтому формулировки некоторые неправильно понимаю. Но, в общем, это другой уж вопрос. У Бернинга, понятное дело, уже есть Манта Стайл. Он забирает вышку, хотя нет, еще не забирает. Потратили только что глиф фортификации. Причем, пока идет глиф, он вообще недолго думая, забирает. Вот смотри, Магнус, он сейчас летать и стягивать. Да, это два пацана в стяжечке, двух также увозят. Хотя все живые, все живые, действительно, вот, залетает еще и Виномантер. Отлично, уда, Веника. Бернинг бы сейчас, мне надо было утонуть в кого-нибудь или Виномантера. И это бы, возможно, хватило вместе с Плывком от Визажа, чтобы кого-то убить. Итого, Денай Тавер, товарищ, на Тейл. Ну и забирает на Трайдера. Да, неплохо, неплохо. И что получается у нас в целом по игре, что по графикам, по голде, перевес 5000 в пользу. ДК и 7500 по XP. Ханни бежит, достает, он таки стана, так ку-ку-ку. И что, будет отворот гейминг и подвоз гейминг. Отлично поднимает, доняет и отличный ульт. Винга свапает, Ханни пытается уйти. Тут же супер, супер. Кстати, вот я не понимаю, зачем в него сейчас вливают столько деможи. Ну хотя да, вроде убили этого товарища, окей. Сейчас умрет Ханни. Тычки не хватает, вот он минус. Бернинг разворачивается на Трикси. Нет, нужно отходить дальше. Есть станут флайер. Хорошо, флай там пробивает. Слушай, ты почему не стал сам играться? Там же есть еще фл, вместе с которым у них все получится. Ну тут еще и бетрайдер прилетел, поэтому Винга отправляется в таверну. Точно так же, как и... Выванивает стан, нет? Да-да-да, Бернинг, Бернинг байтит. Ай-яй-яй, ну конечно у него пассивочка на 2. И вот у него рона 50 магического резиста. И на эти 50% магического резиста он потратил 2 клика мышкой. Да, и причем, заметь, что бетрайдер все еще гонится в этот раз за Трикси. Сейчас еще, наверное, поднимет его Аммай. Ай-яй-яй, ну ладно, не погонится дальше. Так вот, Ротака же отомстил на Тейлу и убил Винника во время этого замеса. Такс, ну и дальше-то что? Дальше мы видим, что ДК продолжает наращивать преимущество. 25 минут ровно сейчас прошло. 7500 ведут в ДК по деньгам и больше 10 по опыту. Ханни выходит в центр. Минус РТК. Да? Нет. Нет еще. Жук, правда, его сейчас грызет. Жук там какого левела? Жук там второго левела. И жук съел. Бетрайдер. Снова умирает. Почему у него есть и даггер, и форстаф, и каждый раз его ловят, убивают. У Ханни, я не знаю, какая у него реакция, но каждый раз, он тот раз точно так же ловил Пака после шифта. Раз за разом. То есть Пак не успевал улететь на орб после шифта. Ну что, отлично. Так и сейчас он ловит Бетрайдера после удара. Я пока не... Причем Ханни уже почти что с Тарасочкой. В недавних матчах я говорил про Ханни, что это один из тех игроков, мне он очень импонирует. Почему? Потому что это тот чувак, который может переворачивать матчи. Я помню Ханни на Магнусе, Ханни там на Сенкинге, там на Шейкере, например. Причем про него это можно сказать. А если вспомнить, допустим, товарища КВМа, то переворачивает он явно в нижнюю сторону. Да-да-да-да, там... Или Демона, например. Да что для походить? Синдерен. Синдерен, да, тоже хороший кандидат. И просто Мауза молодцы, что даже 4 на 5 они несколько матчей завезли. Просто... Просто Синдерен попадает. Я не знаю, я вот действительно тоже целиком полностью поддерживаю это мнение, что мне непонятно, почему он до сих пор играет в таких коллективах. Потому что видно, что действительно он сам не тянет. Я там даже не говорю ничего про пасса, например. Пасс, он если и играет посредственно, но он берет таких героев, которыми там попроще чуть исполнять. Он там потеет как-то там, да, там хорошо, с пылы раскидывает. Да, стан туда, стан сюда, то есть хотя бы что-то делает. А Синдерен, вот, толку от его с Берчена. Да, Берченки его полезны, но на нем надо уметь исполнять. Вот как Купей сегодня показывал нам. Два кентавра, и он просто в соло вытаскивает игру. Да, там начинается драка, драка поигрышной. Понимаешь, что его кентавр выбивает, берется в ухо, чтобы снять карту, замедляет. То есть, отличное понимание, там, ну, нужен волк, он идет, достает волка, то есть выносит нужные шмотки. И сейчас увидит у нас Эру, отлично ловит его, и есть гем. Да, Эра, наверное. Очередной раз Бэтрайдер цепляет. Эромансер. И тот умирает. Там, кстати, сообщают, что первая карта за командой Na'Vi, вроде как, в матче против Дигнитос. Так, вот, смотри, антимаг купил себе Тараску, и у ДК будет Тараска через... Ну, просто антимаг, он, кроме Титараски, еще и много дэмэджей имеет. За счет того, что у него есть Монта, у него есть Батра Фурия. Я мог бы обмазаться немного тем, что он имеет третью форму, но он ее пока еще не имеет. А антимаг уже 20-го уровня. Да, да, вот только 13-го. И при этом Бернинг не умирал ни разу. У него счет 5-0-6, 282 крипа на 28-й минуте. Он реально фармит больше 10 крипов в минуту. Он кидает все, что может съесть. Вот он, Рошан, Айгис, Бернинг. Окей. И еще 6 минут безопасного фарма. Я за безопасный фарм, говорит Бернинг. И пошел отдавать его просто за Танитамар в центре. Ну, на самом деле, он убит Танитамар в центре. Безопасно отдавать. Безопасно отдавать. Да, вот есть тоже Тарасочка у Хани. Ну, как-то вот, ну, вот ДК и антимаг. В общем, ДК силовик, из-за этого у него маленькая скорость атаки. Маленькая? Ну, нет, собственно говоря, конечно, не маленькая. Но у антимага сейчас без единого артефакта на плюс армор 16. А у ДК, который имеет 12, с пассивочки, всего лишь 20. Такие дела. И ведь потом появятся... Ну, по ловкости они... За каждой 6 единиц ловкости... Или 7. Или 7, там, что-то, 6. 7, да, 7-7. Ну, неважно, за каждой 7 единиц. Ловкость имеет лишнюю броню. Так находит еще Бернинг. Дабл дэмэдж, и теперь он бьет просто на 383 дэмэджи за раз. Колоссальные цифры. Он сейчас будет убивать. Ну, смотри, просто Вардор. А, и тогда, дожди, на нем еще и Павера нету. Да, там был бы Павер, там... Он будет вышку, сейчас убил с 4. Ее он сейчас накинут. Сейчас нужно найти. Оп! Собственно, плюс 303. С 85-ти процентным сплэшем. С 360 урона. Смотри. Вот она вышка. И вот ее нету. 4, 5, 6, 7. Ну, ударов бы за, там, 11-12. Ну, пока 6, я пока считаю. 7, 8, 7. Нет, там пошли удары. Там пошла Драко. Так, Эру спасли, кстати. Да, Эру, я не спасли, но вот Винга здесь, конечно, погибнет. Просто Эра сам как бы выживал, и, конечно, что Винга его сопнул, когда он уже сделал таймлап. Ну, в смысле, она сопнул, и тут уже сделал таймлап, и, как бы, который иногда успевал сделать. Ну, смотри, продолжай дальше заходить, Тим ДК спокойно, на ХГ, Драко нету, и больше, у них Аэггис. На самом деле это не свойственно для... Оп, вот, актива, оп. И сейчас, я думаю, они просто отойдут, и 30 секунд стенки переждут. Как раз у Бэтрайдера отрегенится ульта отбернинг, ста разочек отрегенится и бхп. И зайдут от Абью Тавр, потому что без использования World of Replicate, шансов у Фнации, Задефать, такую лавину вместе со стимагмой отбернинга нету. Да, они просто стремятся к нулю. Опять же, вспоминали мы, да, что ДС может вытаскивать матчи. Но почему? Потому что стенка хорошая будет стоять, а стенка там с кулдауном вроде как приличная, соточка. Это, конечно, там не 3 минуты, не 5 минут, но если подождать, то можно просто поймать на вот этом времени без стенки и тупо залететь, попытаться снести линию. Команда ДК делает немного по-другому. Они поняли, что на хайграунд у них просто так зайти не получится. Они уходят, убивают вышку сейчас внизу, Тир-2. Тем самым, освобождая себе плацдар, на случай, получится снести лайн и там кого-то поубивать, чтобы снести быстренько второй. На топе, правда, еще стоит Т-2 вышка, так что единственное, что могут сделать, это снести две линии. То есть три не получится у ДК, но хотя они еще и ни одной не снесли, если честно. И непонятно, как там сейчас будут знать, кем отбиваться, вдруг они сейчас действительно перевернут. Сейчас, смотри, отлично, с мейками. Ой-ой-ой, РТК подставился, и вот есть третья форма, но спасибо тому, кто взял форставов на Бэтрайдера, тот выживает. Так, Бернинг, вот, отлично, вывозят Ханни. Ханни вывезли, дай, посмотрите, вот он, вот он. Оу, ну и супер, боже, какой провальный ульт от него. Сейчас убегает Флайв. Не убегают, вообще все убегают, Ханни не убегает. Его бультануть, Бернинг, и, ну, собственно, он приговаривает его, этот выкупается и ломается потихонечку Т-3 Тауэр снизу. Сейчас они его ломают, и на блинке надо уходить. Просто уходить. Выдуманивает сейчас на, не дают. Мы же подловили, а Эгис. Так, нет, может, не разорвать, подраться, у вас будет фуловый антимаг. Надо просто оборваться на него, вот супер, залетай там. В чем проблема? Почему, например, тот же Магнус просто не залетел и не убегает себе прицел? И не уехал двоих, например, на себя увозит. И просто сошли, сошли, сошли. Смотри, как Ханни выжигают ману. Боже, ну, Ханни, ну как же ты тут подставляешься? Вот так и не даст ты, Стан. Ай-яй-яй, сейчас же должен добить его. Как-то Бернинг. Если будет Вижн. Какой-то вот Битрайдер уже летит, сейчас будет прыгать, если. А избивает ему Даггерсмейка. Вот он, прыжок в минус 3. Просто МОЙ с одной волней забирает троих. Это гудгейм. Фнатик выигрывает, проигрывает первую игру. Да, Фнатик, ДК, счет становится 0-1. Пользуют команды ДК. Сейчас мы посмотрим, что там у нас. Где-то они, вот они, ДК. Фнатик, 1-0. И посмотрим, как у нас в группе поменялись вещи. Дигнитос, одну карту проиграли уже. Нави, еще одну карту выиграли. И ДК, одну карту выиграли. Фнатики, одну карту проиграли. Вот.